Слава Богу! Слава Богу! Господь Бог, пребывающий на небесных престолах, приготовляет в себе земной престол. А этот земной престол, это Пресвятая Продолженность, которая явилась мостом между небом и землёй. Тем мостом, по которому прошёл пловице Святой Троицы, Господь наш Иисус Христос, когда воплотился, когда Сын Божий стал Сыном Человеческим, нас ради человека и нашего ради спасения. Вот я вам принялся только одну фразу из богатейшего молитвословия нашей Православной Церкви, предназначенной каждому великому журнему. Как было бы хорошо, если бы мы все нашли время, как могли бы оторваться суетую нашу жизнь и вот к такому празднику потихонечку готовиться дома. А сейчас наш век интернета, это так стало легко, можно просто набрать в гугле по-русски, по-английски праздник Рождества Господа Городицы или другое ключевое слово тексты молитв праздника Рождества Господа Городицы и они вот через несколько секунд на экране появятся и Церковь Славянской и русский перевод или по-английски и можно было быть спокойно дома почитать и удивиться и радоваться той глубинейки того богатства нашего Церковного православного предания, которое мы сохранили, то есть наши отцы сохранили и мы получили на протяжении веков. Рождество Пресвятой Богородицы не сохранилось в Священном Писании. Светение об этом великом священном событии донесло нам церковное предание. И хотелось бы особенно обратить ваше внимание на родителей Святой Богородицы Иоакима и Анны. Потому что их пример может многое дать для нашего духовного обращения. Иоакима и Анна были людьми старыми. И как вы знаете, искренний народ был очень маленьким, малочисленным. Но все иудеи верили, что придет Мессия. И поскольку их было не так много, каждый надеялся, что исполонится стать родственником, сродником этого будущего Мессии. Все надеялись на это. Но если у кого-либо детей не было, это считалось по-народному верованию великим позором. Потому что ловни будут продолжить, значит, есть вероятность того, что они не станут в родстве с Мессией. И вот это поношение мысли несчастные, но праведные и окиньявные. И они все время молились, чтобы Господь послал им ребенка, чтобы Господь убрал это поношение. Молились, молились изо дня в день. Им, казалось бы, без результатов. Но они, будучи людьми, праведными, святыми, непорочными, они помогали молиться и надеяться. И, в конце концов, смирились с тем, что детей не будет, решились на то, что будет, как Бог даст. И вот к их великой радости и удивлению Господь именно в старости лет послал и святую Богородицу. Не просто очередного простого ребенка, но особого ребенка. это суденок стать, как я сказал, земным престолом Господа нашего Иисуса Христа. И привожу на этот пример, дорогие братья и сестры, для того, чтобы мы все получили их пример, чтобы мы тоже не отчаянились, не сдавались. Если мы молимся, Господь не сразу исполняет наши просьбы, не надо макать рукой на это, не надо считать, что Господь не слышит. Господь слышит каждую истинную молитву, но Господь исполняет наши просьбы, особенно духовные просьбы, просьбы, полезные для нашей души в свое время, а мы должны лишь запастись в тюрьме и ждать исполнения Божьего. как делали святые Иоаким и Анна. Да поможет нам Господь усвоить этот замечательный урок, этот замечательный пример этих двух правильных родителей и святых родителей. А мы нам, Господь, Господь ждут это терпение, которым я стараюсь вам не улучшить сегодня. Я хочу большое ваше внимание, дорогие брать естественно икону Тринопринских храмов. Мы во время мы брали нашу Курскую икону и поставили на ее место на Таралой. Справа от меня с вашей первой стороны Песчанская икону Божьей Матери список. Эта икона предназначена для этого храма в штате имени Нойц. Это список педотворный, а иконы, Песчанская икона Божьей Матери была найдена святителем Иосафом Белгородским. Интересно, что мы брали сейчас наши Песчанские иконы Божьей Матери, а Курская икона Божьей Матери подлинная. Была права первая как раз. И вот святитель Иосаф Белгородский и в Уггских во сне явилась Божья Матерь в области этой иконы. Ему эта икона была неизвестна. И он стал искать свои обширные ипохии вот икону указанную им Государь Божьей Матери во сне и нашел приехал в одну деревню сейчас я не могу вспомнить эту деревню потому что я повествовал в штат только один раз и к сожалению не выскочил уже из головы но это легко найти он нашел он нашел эту икону представляете себе она была старая темная и к стыду нам священникам сказать тамошнее двуходействие использовало эту икону как старую доску в качестве переговорки и священникам нашел эту икону они ее с почетом вынесли поставили киот и стали молиться и стала эта икона по милости Божией на молитву Государь Богородица обильно творит чудеса а вот и сейчас переход Божий Матери может и в нашей жизни если мы только будем искренне молиться перед людьми особенно в какой теме как Рождество Просударь Богородица творить нам тоже великую милость чтобы прикладывайтесь к ней молитесь в этой иконе пока она у нас будет несколько дней и верьте что Божья Матерь среди нас всегда она есть и будет на ней Богословение Господне на вас и на вас для человека и для все рады имени и с вами и и и и и и Глава Худ 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 Субтитры создавал DimaTorzok